Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые зрители этих канала Daily Europe Online. У меня сегодня в гостях Ишхан Вердян, патриот Армении, блогер, общественный деятель. Здравствуйте, Ишхан. Здравствуйте, Михаил. Огромное спасибо за лестные слова. Я тоже пару хороших слов скажу о вашем канале. Пожалуйста, друзья, поддержите канал подписками, лайками, комментариями. И сейчас у Михаила вообще в целом в Украине такая ситуация, что любая поддержка будет им очень кстати. Спасибо, спасибо большое, Ишхан, за такие тоже добрые слова в моем адресе. Я вам очень признателен. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал. Кстати, обязательно подпишитесь на телеграм-канал Ишхана. Я приложу ссылку в описании к этому видео. И на мой телеграм-канал, который я в меру своих сил стараюсь также развивать с недавних пор. Даже шарашу там статьи в этом канале. Поэтому обязательно подпишитесь тоже в описании. Не забудьте, это очень и очень важно. И, конечно, на канал Ишхана. Ну и кто захочет, всегда есть возможность поддержать финансово мой канал. Будет тоже ссылочка в описании. Ну что же, Ишхан, есть такой деятель. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Юрьевич Коротченко. Игорь Юрьевич Коротченко – это человек, который давно находится под санкциями Европейского Союза, под санкциями прогрессивного Запада. Ему, конечно, от этого не холодно, не жарко. Вряд ли он ездит в последние годы в Европу. Но, в принципе, он считается даже парей внутри российской элиты. Просто сейчас атмосфера в России сдвинулась так, что то, что говорит Коротченко, оно, в общем, попадает в общий тренд. Ну, то, что Коротченко оскорбляет Украину, это в Украине, честно сказать, не замечают, потому что Коротченко – очень мелкая фигура. Но, помимо оскорблений в адрес Украины, Коротченко принялся еще и оскорблять, по сути, Армению. И заявил о том, что в нынешних условиях, когда Армения, по мнению Коротченко, проводит антироссийскую политику, хотя я бы с ним не согласился, но тем не менее, Армения может потерять Зангизор. То есть, по сути, Коротченко пригласил Армению с сицессией Зангизора, то есть суверенной территории Армении. Как я понимаю, это либо сицессия должна произойти со стороны России, либо сицессия должна произойти со стороны Азербайджана. Так вот, я прежде чем дам вам реплику, хочу обратиться к господину Игорю Юрьевичу Коротченко и предложить ему заняться собой, заняться своей страной и не лезть ни в Армению, ни в Азербайджан, потому что Армения и Азербайджан как-то договорятся. Во-первых, президент Ильхам Алиев – это политик не робкого десятка, это политик очень высокого уровня класса, и он в жизни не клюнет ни на какую провокацию, связанную с Зангизором. Потому что, правильно сказал Ильхам Алиев, Азербайджан туда вернется на машинах, а не на танках. Это будет общая экономическая зона вместе с Арменией. Азербайджан не совершит такую ошибку, потому что политика Алиева – это тонкая дипломатия, расширяющая возможности, а не сужающая их. Ну и то же самое касается Никола Пашиняна. Как мы увидели, Пашинян – очень тоже сильный политик, хитрый политик. И я точно уверен, что Пашинян намного хитрее господина Короченко, который дальше своего журнала в жизни никуда не дошел. Ну, это было такое вступление. Ишхан, ну, видите, как Россия не сидится, а получается так, что только ты даже имитируешь отход от России, Армения никуда не уходит от России на самом деле, сразу, значит, тебе начинают угрожать сицейся части своей территории. Ну, вот как вы отреагируете? Ну, Михаил, смотрите, во-первых, господин Короченко, да, армянский народ его очень хорошо знает. Он во время армяно-азербайджанского конфликта все время комментировал ситуацию. И, кстати, он комментировал со стороны Азербайджана. И если прислушаться к его словам, он тогда говорил, для Азербайджана в целом, в рамках международного права говорил, понимаете? То есть он декларировал то, что, допустим, сегодня декларируют деятели самой Украины, что нельзя вмешиваться внутренние дела, нельзя аннексировать, нельзя цитарить целостность, прежде всего, понимаете, да? Что он декларировал тогда? И этим своим поведением он очень понравился азербайджанским юзерам. Они просто думали, что имеют дело с адекватным человеком. Они просто, уважаемые люди, просто откуда им было знать, что так работает российская пропаганда, что там это не в одну сторону. Там есть конфликт, есть две ветки пропаганды, обслуживающие только этот конфликт. Каждая из этих веток обслуживает мнение одной из сторон. Но в целом весь конфликт как бы держится вот так в своих руках, понимаете? Знаете, это на что похоже? Это похоже на радиоспутник, который... Есть радиоспутник Армении, есть радиоспутник Азербайджан, и радиоспутник Армении уничтожает Азербайджан, радиоспутник Азербайджан уничтожает Армению. Как будто это два разных спутника. На самом деле это один спутник, и он служит одному центру. Вот так Россия окутывает все конфликты своим влиянием. Поэтому Игорь Коротченков был всего лишь назначен спикером со стороны Азербайджанской конфликта. Но это не говорит о том, что он такой человек, который предан международному праву, порядочности. Понимаете, да? Конфликт в Украине показал, что нет, этот человек самый настоящий лоббин, самый настоящий пропагандист, похлеще, не знаю, там может быть даже Соловьева, потому что такие прямые угрозы пока что в адрес Армении очень редко звучали, очень редко. И то от армянских деятелей, не от российских, а от политических деятелей. Ну вот прозвучало. Я знаю, что он имеет в виду, что он имеет в виду за оккупацию, за Ангизура. А может, он Иран имеет в виду. Понимаете, да, Михаил, да? Азербайджан не нападет, ясно, зачем ему такие проблемы. Естественно, да, Россия далеко. А может, он про Иран говорил. Хотя Иран тоже заявлял, что не потерпит никаких изменений границ на нашем регионе. Ну в общем, дело суть не в том, суть не в этом. Суть в том, что Россия, да, действительно не хочет отпускать Армению. Не хочет. Потому что Россия понимает, что если она отпустит Армению, то Армения очень быстро возьмет ситуацию под свой контроль и выбьет Россию из всего региона. Не силий выбьет, не потому что она так хочет, а просто рынок окажется таким, то России там уже будет больше делать нечего. Чисто на конкурентной основе Россия просто оставит все и уйдет, понимаете. И все перейдет уже не то чтобы в руки, но, скажем так, конкуренцию выиграет Турция и Азербайджан. Региональные страны конкуренцию выиграют. Грузия тоже, Иран тоже, да, если захотят подключиться. Поэтому Россия понимает, чем это чревато, и вот так не хочет оставлять. И это все надо смотреть в одном контексте. И вот заявление господина Коротченкова, и действие нашего Сарпазана Баграта, да, все, 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 это одна картина. Россия просто никогда не захочет смеяться с тем, что Армения от нее ускользает. Причем не по своей воле. Армения этого делать не хотела. Но как только Николай Пашинян увидел, что Россия сам дестабилизирует ситуацию в Армении, Николай Пашинян сказал, не, ребята, давайте, вы своим путем, вы своим путем. Все. Понимаете, Шан, я подписываюсь, конечно, под каждым словом. Тут, как говорится, не с чем спорить. У нас вообще всегда в диалогах очень мало предмета для спора. В основном мы на 100% практически совпадаем от нашей позиции. Я вот просто говоря про Ильхама Лива, которого Коротченко как бы пытается втравить в этот блуд. Безусловно, президент Лив никогда не совершит этой глупости. Это понятно. И Коротченко не мешало бы знать, что вот в случае с Владимиром Путином, выпускником Ленинградского университета и школы КГБ, не по сеньке шапка. Он, хотя и формальный президент России, но он за 30 лет, за 20 лет, за 25 лет в своем управлении он все профукал. Давайте говорить откровенно. Но влияние России даже в сравнении с Ельцинским периодом оно существенно снизилось. Тот золотой дождь изнятия долларов, который лился на Россию, он непонятно, во что он реализовался. Вот я смотрю на Азербайджан, я вижу, что происходит в Азербайджане, как, например, восстанавливается Карабах. Какими темпами, какие вообще проходят реформы в Азербайджане, как Азербайджан развивается. Вот понятно, куда идут нефтяные доллары. Что происходит в России, ну, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, все тоже прекрасно знают. В основном Россия в очень удручающем положении. Поэтому вот каждый человек достигает предела своей некомпетенции. Владимир Путин достиг предела своей некомпетенции, еще будучи руководителем КРУ при президенте Ельцине, когда он занимался тем, что, ну, рассказывал, ябенничал разным кремлевским чиновникам друг на друга с тем, чтобы снискать дополнительное доверие. Это уровень Владимира Путина. С другой стороны, есть уровень Ильхама Алиева, который абсолютно соответствует президентскому уровню. И мы видим калибр президента Ильхама Алиева. Я это не устаю повторять. Когда Азербайджан кидает вызов фактически Франции, когда Азербайджан возглавляет движение неприсоединения, когда Азербайджан выстраивает свою политику не только на Южном Кавказе, но и в Европе и в разных частях мира. И за 30 лет влияние Азербайджана существенно выросло и превосходит в принципе те параметры, с которыми Азербайджан заходил в это новое тысячелетие. Но это заслуга безусловно президента Ильхама Алиева, который даже можно сказать в чем-то перещеголял своего отца. Ну во многом. Но может быть потому что больше времени, моложе, не знаю. Но вот тем не менее. Так что две фигуры несопоставимы. Путин и Алиев и конечно здесь короче как бы следовало об этом задуматься. Что Путин я уже даже не говорю, что Путин это диктатор. Нет, это такое дело. Диктатор, не диктатор, это неинтересно обсуждать. А вот то, что он достиг предела своей некомпетенции, это сто процентов. Вот вы знаете, я в прошлой передаче предлагал дружбу Сарбазану Баграту. Вы знаете, к сожалению, на эту дружбу никто не окликнулся. Видимо, моя дружба Баграту не нужна. Баграт занят по-прежнему шкодничеством. Есть такое слово шкодничество. В чем проявляется шкодничество? В том, что в Армении проходят в Ереване митинги, обузатерства, подстрекательства людей. Вот тут-то проконитные органы Армении находят имена по руль и явке тех, кто финансировал эти митинги, кто получал незаконный кэш за участие в этих митингах. И, как говорится, все ниточки не тянутся к отдельным представителям Карабасского клана. У меня какой-то такой вопрос. Вот когда наконец ну вот эта вся свистопляска с господином Сарбазаном Багратом она наконец-то закончится и Ереван заживет обычной жизнью обычного города не будет страдать от этих головорезов? Михаил, да, давайте я маленькую реплику насчет предыдущего вашего спича хочу сказать, что да, господин Короченьков это не тот человек, на чьи слова должен дефлексировать президент Хамалеев. Надо это понимать. знаете, Никол Пашлян как-то сказал, что не мой уровень комментировать слова Марии Захаровой, да, он говорил, я общаюсь с его шефом, его шефа, да, она не мой уровень, я не стану ее комментировать, но я не знаю, короче, кто такой, на что он может, естественно, он ни на что не может спровоцировать, тем более, такого дальновидного человека, как Хамалеев, но его этот сказ был направлен внутри Армении, чтобы Армян запугаться, чтобы Арман терроризировался, вот такой элемент такого давления, поэтому, да, серьезно относиться к этому не нужно. Что же касается, когда это закончится, оно не закончится, понимаете, Михаил, ему негде заканчивается, незачем, то есть, не то, чтобы незачем, если оно закончится, скажем так, Россия лишится всего, что у нее есть в Армении, на Кавказе, всего влияния. Знаете, как только, если Пазан успокоится и так сложит лапки, Россия проиграет Турции, длящущейся до сих пор русско-турецкую войну за Кавказ. Проиграет окончательный бесповорот. А это чревато будет для самой России, потому что это будет означать, что Турция увеличивает свое влияние, то Турция увеличивает влияние на тюркские страны, используя те возможности, которые ей дает Армения. Кстати, Армения на сегодня это единственная страна на пути к объединению Турана, единственная такая заглушка, но я не понимаю, зачем Армения должна быть этой заглушкой. Я думаю, что Армения должна полностью использовать все возможности, которые открывает политико-экономическо-военное объединение под названием Турана. Это будет абсолютно безопасное для Армении место. Армению со всех сторон будут огружать дружелюбные страны, которые будут заинтересованы в том, чтобы помогать Армении встановиться на ноги. Понимаете? Короче, да. Но это то, что хорошо для Армении, плохо для России. Понимаете? Потому что если Армения вдруг потеряет свой статус заглушки, если Армения вдруг решит, что все-таки турские страны, они такие страны, с ними все дружат, кроме Армении. Ну, факт. Может быть, там Греция еще, то есть те, которые рядом. Вот интересно, понимаете? Вот смотрите, вот если возьмем карту Турции. С Турцией воюют, враждуют только те страны, которые имеют приграничные какие-то моменты с ней. То есть это Греция, Сирия, Армения, да? Очень странно, понимаете? При том, что Турция никогда своих претензий не предъявляла. Понимаете, да? То есть кроме вот этих двух-трех стран весь мир дружит с туркскими странами. Весь мир с Азербайджаном, с Грузией дружит, с Турцией дружит. Только мы не дружим. Но если мы тоже станем такой страной, как весь мир, то есть чем мы хуже всего у нас люди? Если мы тоже станем с ними нормально общаться, нормально дружить, да, это будет на плюс, но это будет огромный минус России, потому что ну не только России, понимаете, Михаил, это же дело, мы же об этом говорили, тут же не только Россия. На этом месте, на месте нашей, в нашем регионе образуется в этом случае такая некая агломерация очень мощная, очень стабильная, очень самообеспеченная, да, что тут уже люди будут сами диктовать условия мировые, с нами даже Китай будет сидеть и считаться, понимаете, ну и не говорили с нами не с Арменией, а именно вот с этой агломерацией стран, которые на Кавказе. И этот фактор уже невозможно будет игнорировать. Потом, как Европа, Франция будет свои дела делать, если тут поднимется некий новый финансовый центр, торговый, международный какой-то центр, реально центр силы. Вот что они пытаются предотвратить. Да, руками России, да. Ну вот, что же поделать, потому что Россия, скорее всего, первый удар она получит. Ну, не прямой удар, а экономически. Она почувствует первые последствия, но долгоиграющие последствия почувствуют уже в Европе. Почувствуют уже Париж, там, не знаю, Брюссель, Швейцария, там, Англия, где финансовые центры, Нью-Йорк, вот там всем аукнется, если это все будет тут работать. Поэтому пытаются вот это все испоганить. Ну, пока что, пока что не получается. У них пока что Никол Починенко выиграл. Пока что. И хорошо делает. Я надеюсь, что выиграл. Вы знаете, когда-то в Первой Государственной Думе был такой депутат Юрий Корякин, который избрался в Государственную Думу в 1993 году, и когда стало понятно, что Россия проголосовала за либерально-демократическую партию России Жириновского, чисто КГБ-ский проект. Кто не верит, почитайте мемуар Александра Якулева, одного из идеологов перестройки, члена Политбюро. Это проект, рожденный в недрах КГБ, ЛДПСС тогда, партия Жириновского. Так вот, он крикнул, Россия, думайся, ты одурела. Ну, Россия одурела давно. Собственно, в рамках одурения России, Россия совершает агрессию против Украины. Но мне интересно, а еще вдруг Россия решила, что Армения – это ее собственность. Ну, просто я вот слушаю политиков и телевидение, значит, России иногда, ну, какие-то трески, и у меня становится стойкое впечатление, что они почему-то решили, что Армения – это их собственность. То есть, они своими руками касаются Армении. А какое вообще к вам Армения имеет отношение, друзья? Ну, я имею в виду, обращаюсь к России. Армения – это самостоятельно из-за страны? Нет, Михаил, Армения имеет отношение к России. Знаете, если бы не Россия, если бы не Россия, надо смотреть в историю четко. Если бы не Россия, ну, наверное, сегодняшнего государства Армении не было бы. Наверное. Я не говорю, что армян не было бы. Армяне были бы как народ, как общность в Османской империи, в Турции, как были до этого веками. Но самого государства Армении, скорее всего, не было. Поэтому первая республика Армении образовалась после распада Российской империи в 1918 году. Вторая, то есть, третья, ну, вторая – это Советская Республика Армения, а третья – это же Современная Республика Армения. Современная Республика Армения тоже распалась вследствие развала Российской империи, Советского Союза. Думаю, не лично будет сказать, что Советский Союз и Россия в целом, она очень помогла Армении встать на ноги во времена Советского Союза. В Армении была развита промышленность, химическая, энергетическая, очень развито все было, мощное строение было развито, у нас автомобили делали, знаете, армянские автомобили, вы такое слышали где-нибудь? Вот делали, да, это все Россия сделала, да, мы армяне, но армян же Россия учила, правильно, эти ресурсы Россия предоставляла, правильно? Смотрите, дайте я закончу, пожалуйста. Да-да, пожалуйста. Вот, то есть Армения, Россия помогала Армении даже в ее экономическом становлении, в ее экономическом становлении. Это правда, это нельзя отрицать. Кстати, во времена Советского Союза Армения была, наверное, самой малорепрессуемой государственной республикой, у нас многое разрешалось, там кооперативы разрешались, всякий бизнес подпольный всегда разрешался, всегда все делали, у нас мало, мало нас репрессовали, на фоне всех остальных, да, нам нашу церковь позволяли, наш алфавит не трогали, хотя в том же Азербайджане алфавит поменяли, понимаете, да, и латинцу перевели на Киеве. То есть, смотрите, в деле становления Армении сегодня, как таковой, очень много заслуги России, это нельзя отрицать, я буду, не знаю, паразитом, если это стану отрицать, это правда, но вопрос, вот та же самая Россия, наверное, тоже во время своего становления как-то, кем-то, чем-то, она использовалась, правильно, она пользовалась западными технологиями, все эти производства, заводы, кто это там в Россию, европейцы туда отнесли, американцы туда отнесли, то есть Россия тоже есть некая такая интенсенция помощи других, понимаете, каждому кто-то помогал в своем становлении, теперь мы что будем делать, мы будем смотреть респективно кто кому помогал, кто тому и подчиняется, что ли, да, но если по этой логике идти, кто от кого, кто от кого, мы до бактерий дадим, я эту аналогию уже приводил, я это самое, я верю в теорию эволюции, верю, да, и по моим убеждениям все организмы произошли от одной бактерии, да, допустим, ну и что теперь, все, что нам есть, оставить и передать бактериям, если бы не бактерий, нас бы не было, понимаете, вот в чем логика России, но я с этим не согласен, да, учитывая, все равно, учитывая все заслуги России, но все же, Армения, это независимое государство, член ООН, это международно, признанное суверенными, субъектами, международного права, не говорили как-то, здесь прости, ретроспективно, что Армения там наша, 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 но, ребята, она была ваша, не удержали, сейчас, сейчас уже Армения развивается по своему пути, дай бог, чтобы сможет развиться, да, нормальной, развитой, сильной, мощной страны. Знаете, Шон, я разве только добавлю, что тут, конечно, в нынешней риторике пренебрежительной российской власти по отношению к Армении виновны представители карабахского клана, которые, желая получить власть и оккупировать территорию Азербайджана в Карабахе, оккупировать Карабах, изгнать оттуда азербайджанцев, уничтожить дома, уничтожить, скажем, и прочие строения, принадлежавшие веками азербайджанцам, они же опирались на Россию. То есть, это был такой союз с дьяволом, да, и он как раз подразумевал, что карабахский клан получает синий кур в форме как раз Карабаха, и взамен, они как бы, как вассалы, они, по сути, присягают России с отсутствием собственной таможни, самостоятельной армии, самостоятельных институтов, с церковью, сориентированной на Российскую Православную Церковь, церковь, и Чмендин, полностью сориентированная на Российского Патриарха. Вот это вот всё та плата, которую целая страна Армения заплатила за то, чтобы жировал отдельный карабахский клан, у которого теперь разбросы на огромные дорогие активы по всей Армении и за пределами Армении. Я уже молчу про наличие разных гражданств далеко, не только Армении. Ну, на этом остановлюсь. Если хотите, можете сделать реплику, будем завершать. Да, очень интересная тема. Знаете, Михаил, вот вы сказали, что Россия такая, потому что карабахский клан такой. Я вам скажу обратно. Карабахский клан такой, потому что состоит из таких бандитов, потому что иными средствами влияния России на Армению, то есть удержаться Армению в этой атмосфере невозможно. Я этот вопрос всегда себе задавал. Я думал, господи, почему Россия? Ну, очевидно, что у России есть свои интересы в Армении. Это очевидно. Я говорю, почему Россия эти свои интересы продвигает руками вот этих бандитов, этих головорезов, убийств, террористов? Почему ни одного такого нормального человекоподобного существа в их рядах нет? Я всегда вот это спрашиваю. Говорю, неужели у них вот эта мягкая сила куда делась, их культура куда делась, вот это вот все куда делось? Почему наутоком бандитов всех оставили? Все оставили. А знаете, это потому, что Россия вынуждена так делать. Если бы не бандиты, если бы интересы России обеспечивали нормальные люди, нормальные люди на турков посмотрели бы нормально, понимаете? Они сказали бы, вот так, подождите, стоп, это же турки. Можно бы с ними поговорить, договориться, открыться, да? То есть нормальный человек, нормальное мышление. Наши соседи, давайте раз, два, три. То есть нормальный человек неуклонно страну приведет в регион и отодвинет Россию. Нормальный человек. Обязательно. Вот пришел Николай Павлович, нормальный человек, смотрите, что творится. То есть для того, чтобы обеспечивались эти интересы России, нормальные люди этого делать не могут. Это могут делать только бандиты, фашисты, террористы, которым не писан закон, не писана логика, у них своя логика, они своим понятием все будут делать. Иных деятелей невозможно. С иными деятелями Россия не будет иметь успеха. Кстати, вот с этими деятелями тоже она терпит крах, как мы видим. Там сегодня был митинг у Баграта, собралось там от силы 500 человек. Так что молодец, Баграт. Хорошо, что вы с ним не подружились, кстати, Михаил. Зачем она вам? Подождите, пускай там 50 тысяч собьется, потом отправьте дружбу ему. Спасибо, спасибо. Ну, вы знаете, Ишхана говорил во время прошлой программы, что я вначале, до того, как Баграт, он лично стал вступать в драку с полицейскими, ну, естественно, его никто не посадит. Он же памятник Баграту. Ну, я цитирую знаменитый фильм. Цитирую знаменитый фильм, да. Так вот, Баграт памятник в каком смысле? В том смысле, что он такая знаковая фигура, а будут садить обычных людей, которые либо берут деньги, либо, ну, сами, значит, по дурости своей идут за Багратом, а он, скажем, вступая в противоречие, поднимает специальный градус протеста и себя не ведет, как церковный служитель. Ну, поэтому в тот момент, когда Баграт перешел окончательно на сторону зла, мне расхотелось дружить, честно сказать, с таким человеком, вам скажу, Бог отвел, понимаете, Ишхан Бог отвел. Баграт не отреагировал на призывы моей дружбе, на следующий день он вступил в противоречие с армянским законом, перейдя на сторону зла, поэтому такого друга я не хочу иметь, так что буду сам ходить вдоль и поперек Армении. Спасибо большое, Ишхан, до новых встреч.